На прошлой неделе мы сделали выпуск о том, как Fox News теряет деньги, теряет рейтинги и теряет платных подписчиков на своей платформе Fox Nation, и все из-за того, что они уволили Такера Карлсона. И многие люди в комментариях под видео призывали нас посмотреть на роль, которую во всем этом сыграл BlackRock, и мы так и сделали. И посмотрев, мы обнаружили кое-что, как минимум, неожиданное, и это было не именно то, что мы ожидали. Однако перед тем, как мы перейдем к тому, что обнаружили, мне сначала нужно объяснить вам структуру корпорации Fox, так как это важно для понимания. И, кстати, я надеюсь, что если вам понравится такой контент, на создание которого иногда уходит буквально дни, то вы потратите немного времени, чтобы нажать кнопки лайка и подписки, которые действительно заставляют алгоритмы Ютуба показывать это видео и эту информацию еще большему количеству людей. Итак, канал Fox News, который вы смотрите дома по телевизору, принадлежит Fox News Media, которое само принадлежит Fox News Corporation. Но это если смотреть на их бизнес очень упрощенно. Если же вы посмотрите на все их различные подразделения и дочки, то структура их организации окажется весьма сложной, так как Fox Corporation включает в себя Fox Вещание, различные ТВ-станции, Fox National, Fox Business, Fox Sports и так далее. Однако, независимо от того, насколько большой стала эта медиа-империя, она все еще семейный бизнес. Мистер Руперт Мердок, 92-летний миллиардер из Австралии, председатель Fox Corporation, а его сын Лаклин Мердок, исполнительный директор и гендиректор. И я дальше также скажу, что то, что вы видели на экране, это только половина этой медиа-империи, так как у Fox Corporation есть еще и компания-сестра, называемая News Corp, которой также владеет семья Мердок. И News Corp принадлежат множество газетных издательств, такие как Wall Street Journal, New York Post, Sunday Times, Barron's, Market Watch и так далее. И в целом это и есть структура гигантской медиа-империи Fox. И вообще-то весьма захватывающе, копаясь в этом, понимать, сколько же СМИ, которые ты никогда не относил к Fox, на самом деле принадлежат Руперту Мердоку. Так или иначе, именно неделю назад, когда появилась новость, что Такера Карлсона вдруг уволили с Fox News, то по всем СМИ начались различные спекуляции о том, а почему именно Fox уволила их ведущего номер один. Ведущего, которого каждый вечер смотрели 3,5 миллиона людей и высказывались различные предположения. Например, CNN Business, ссылаясь на источники, предположили, что Fox уволили Такера просто потому, что крупные рекламодатели отказывались размещать рекламу в его программе. А тем временем в статье от Блумберг говорилось, что Такера уволили из-за его текстовых сообщений, в которых он критиковал начальство Fox. Вот статья в Лэй Таймс, опирающаяся на неназванные источники, говорящие, что уход Такера напрямую связан с иском о дискриминации, который в прошлом месяце был подан женщиной-продюсерам. Но статья, наиболее относящаяся к нашей сегодняшней теме, была в Forbes Magazine. В ней предполагалось, что причина ухода Такера в его постоянной борьбе против ESG-повестки. Повестки, которые продвигаются ООН, Мировым экономическим форумом, а также этими тремя институциональными инвесторами типа BlackRock, который, как оказалось, владеет существенной частью Fox Corporation. Итак, если вы до этого никогда не слышали про ESG, это довольно странная аббревиатура, она означает «окружающая среда, социум управления». И, по сути, на практике ESG работает так. Различным публично торгуемым компаниям даются очки ESG на основании различных параметров, таких как сколько меньшинств у них находится в правлении, сколько женщин, продвигают ли они повестку LGBTQ, считают ли они количество углерода, производимого их цепочкой поставок и так далее. Там очень много разных параметров. И, пользуясь этими характеристиками, еще раз основанными на разнообразии, равенстве, инклюзивности и подчинения этим так называемым климатическим стандартам, компании даются очки ESG рейтинговым ESG-агентствам. Что само по себе звучит безобидно, что-то типа дополнительных задач для компании, но это не так. Эти очки ESG теперь стали определять количество инвестиционного капитала, доступного компании. Это из-за того, что многие крупные институциональные инвесторы используют эти очки ESG как критерий того, инвестировать или нет в конкретную компанию. Тогда как в так называемой традиционной инвестиционной стратегии вы фокусировались только на получении максимальной прибыли для ваших инвесторов. А теперь с этой новой моделью ESG-инвестирования деньги идут только в компании, которые соответствуют программе. И, естественно, вы уже начинаете понимать проблему, которая появилась у Fox News. Так как передача Такера Карлсона каждый вечер нападала на саму идею ESG. И вы начали относить многие проблемы, которые видите по всему миру, именно к этой глобальной повестке. Более того, Такер Карлсон совершил грех, использовав свою платформу, которая была самой большой кабельной программой в Америке для высмеивания элит, собравшихся на мировом экономическом форуме. Пора глянуть на наших повелителей рептилоидов в Давосе, Швейцария. Чем они заняты? Что ж, этим. Благодарим за внимание! И эти люди правят миром! Это так захватывающе! Кучка фриков. Слушать, как их называют рептилоидами во время прайм-тайма, это было что-то. Так или иначе, множество людей бы подумали, что такеровский стиль и посыл весьма соответствовал Fox News. Но все наоборот. Оказалось, что Fox News, будучи публично торгуемой компанией, сами не были иммунны к влиянию ESG. Например, вас, наверное, удивит, что каждый год Fox пишет ежегодный отчет по ESG. Вы их можете увидеть у себя на экране. Это отчет от 2022-го, и как и каждый корпоративный отчет по ESG, он фокусируется на разнообразии, инклюзивности, он освещает их усилия по поддержке LGBTQ сообщества и говорит о их солидарности и поддержке тех или иных вещей. Точно таким же языком пишутся почти все корпоративные отчеты по ESG. Так что, хоть Такер и был хорош для рейтингов, и хоть он, по сути, привлекал консервативное движение нашей страны на Fox News, тем не менее, если смотреть с самого верха, то общее негативное влияние Такера на очки ESG головной компании Fox Corporation могло перечеркивать все приносимые им выгоды. То есть Такер мог стать ESG-бременем. И именно в этот момент появляется BlackRock. И для начала я напомню, что с сегодняшнего дня ни Fox Corporation, ни сам Такер Карлсон не дали никаких объяснений тому, что они теперь не вместе. Так что у нас нет конкретных доказательств того, что BlackRock или какой-либо другой крупный институциональный инвестор стоял за увольнением. Тем не менее, сказав это, давайте я предоставлю вам факты, которые влияли на ситуацию за кулисами. Когда мы смотрим на крупнейших институциональных инвесторов Fox Corporation, то обнаруживаем, что да, BlackRock — крупнейший держатель акций. На данный момент BlackRock владеет более чем 45 миллионами корпоративных акций Fox класса А, что в итоге дает им 15,4% от всех акций общей суммой в 1,5 миллиарда долларов. Это без сомнений делает BlackRock крупнейшим институциональным инвестором Fox. Сразу за ними идет паевой фонд Dodger Cox, который номер 2 с 13% и номером 3 Vanguard с 11%. И, к вашему сведению, все эти три институциональных инвестора — ярые приверженцы ESG. Зайдя на их веб-сайт, уже через секунду вы обнаруживаете, что у них есть те или иные ESG-критерии для оценки своих инвестиций. И в этот момент, глядя на эту ситуацию, вы можете сказать, «Роман, знаешь что, все теперь понятно. У вас есть эти три различные компании, они все поддерживают ESG и вместе владеют 40% акций Fox Corporation». Очевидно, что они могут выгнать, кого захотят. Однако все не так просто, так как здесь становится немного сложнее. Смотрите, мистер Руперт Мердок создал Fox Corporation как компанию с двумя классами акций. И если вы раньше о таком не слышали, то давайте я вам прочитаю, что эти два класса акций значат. Это из инвестопедии. Цитата. Двойной класс акций — это когда компания выпускает два класса акций. Эта структура, например, может состоять из акций класса А и класса Б. И эти акции могут различаться правом голоса. Когда выпускаются различные классы акций, то обычно один класс акций идет на публичные торги, а другой идет основателем компании, директором и семье. Акции, вышедшие на публичные торги, часто обладают ограниченным правом голоса или его отсутствием. А акции, доступные основателем или директором, имеют большее право голоса и часто дают основной контроль над компанией. В итоге Fox Corporation имеет эти два класса активов с разными правами голоса, что позволяет семейству Мёрдок оставлять контроль над компанией в своих руках и одновременно привлекать капитал на рынке. Так что, когда вы смотрите на распределение этих двух классов активов, то вот что вы видите. Акции Fox'а класса, которые доступны публике и не имеют права голоса, то, как мы ранее упоминали, BlackRock, Dodge и Vanguard имеют львиную долю. Но акции класса B, которые имеют право голоса, Мёрдок Фэмили Траст владеет 42%, а лично Руперт Мёрдок владеет почти 43%. Это значит, что семейство Мёрдок владеет контрольными 85% акций с голосом и может делать с компанией что пожелает. Скажу также, что кое-кто из этих институциональных инвесторов тоже владеет акциями класса B, но небольшим количеством. Например, у BlackRock 4%, у Dodge 5%, а у Vanguard 6%. Так что если вы соберете акции всех этих институциональных инвесторов, то все равно их гораздо меньше, чем количество акций семейства Мёрдок. То есть, несмотря на то, что говорится во всех этих вирусных постах на Твиттере, нет никакого способа, которым бы BlackRock смог бы самостоятельно избавиться от Такера Карлсона путем голосования. У семейства Мёрдок столь большое право голоса, учитывая их акции, что они принимают окончательное решение, несмотря ни на что. Однако, зная об этом, все же право голоса — это не единственный способ заставить компанию соответствовать повестке. Так как, если на минутку задуматься, несмотря на то, что BlackRock и остальные институциональные инвесторы не имеют права влияния на голосование, у них все еще в сумме контролируют около 40% публично торгуемых акций. И так или иначе, как и политики должны слушаться своих спонсоров, так и компании должны слушаться своих инвесторов. И чтобы посмотреть, как это происходит на практике, то есть как огромные институциональные игроки могут заставить компании типа Фокса склониться перед их волей, я хочу обратиться к инсайдеру. Так что я позвонил Кевину Стокленду. Он бывший банкир с Уолл-стрит, а теперь бизнес-репортер у нас на Эпок Таймс. А также он продюсер документалки «Теневое правительство», в которой также рассказывается про всю эту ESG-повестку. Идет звонок. Привет, Кевин. Можешь объяснить нам, как компании типа, скажем, BlackRock или какие-либо другие институциональные инвесторы, которые поддерживают программу ESG, как они могли повлиять на компанию типа, скажем, Fox, если у них недостаточно голосов? Я бы сказал, что есть три способа, какими эти управляющие активами могут оказывать давление на эти компании. Первый — это голос владеющего акций. Например, ты мог видеть, как организации-активисты типа Engine No.1 или Exxon пытаются запихнуть климатических активистов в направлении компании. Или когда пытаются предложить что-то типа, например, «Давайте проведем проверку расового равенства в Disney или в Apple или на Fox и посмотрим, как у них там с разнообразием». А потом начинается голосование в компании, и все акционеры за это голосуют. А если еще добавить BlackRock и Vanguard, и State Street, не говоря уже о CalPers, и CalStirs, и пенсионные фонды Нью-Йорка, ведь у них большинство акций и компаний из S&P 500. Это один из способов, именно поэтому заметны яхты акционеров на ежегодных встречах. Второй способ — возможны и частные встречи между управляющими активами и директорами компании. И зачастую они могут запрашивать встречи для решения своих вопросов или участвовать в конференц-звонках с директорами, которые эти устраивают для своих акционеров. А третий способ такой. Ларри Финг ежегодно пишет письмо главам, в котором он выступает, как крупнейший управляющий активами в мире, а зачастую еще и как крупнейший акционер большинства этих компаний. В нем он излагает свои приоритеты и свои критерии всем главам компаний, акционерам которых он является. И там уже тема, начиная от устойчивости и до отказа от ископаемого топлива и постройки ветряков и солнечных панелей, и вплоть до других социальных проблем, которые он считает важными. Вот этими тремя способами управляющий активами и выкручивает руки и дает на глав компании. Угу. Ты сказал, что один из них — это запрос на встречу и объявление своих требований. И я могу представить себя на месте директора корпорации, и кто-нибудь, кто владеет 40 миллионами акций, 15% публично торгуемых акций и начинает излагать свои мысли, то я буду воспринимать эти мысли весьма серьезно и, наверное, воспользуюсь ими при принятии своих решений. Как считаешь, все так и происходит? Конечно, будешь. Ты будешь отвечать на их звонки, когда они позвонят. И дело не только в этих отдельных компаниях. Они очень часто создают коалицию и работают сообща. Так что это не только то, чего хочет BlackRock. BlackRock зачастую будет хотеть того же, что и пенсионные компании Калифорнии, Калпирсы, Калстирс, пенсионные фонды в Нью-Йорке. То есть я хочу сказать, что они все в одной упряжке. Ну, знаешь, Климат Экшн 100, G-Fans и все эти глобальные климатические клубы и G-клубы, у них у всех подписаны соглашения по сотрудничеству. И в этих соглашениях сказано, что весь портфель активов, которыми мы владеем, будет работать на дальнейшее достижение этих целей. Еще вопрос. А есть такое, что, скажем, некоторые из этих рейтинговых ESG-агентств, вот они смотрят на такую компанию, как Фокс, и говорят такие «Эй, у вас в вашей программе передач есть одна очень популярная программа, и мы считаем, что ваш ведущий распространяет женоненавистничество, расизм, язык ненависти и так далее. Из-за этого ваши очки ESG весьма низкие. Но если вы уволите его, то мы сможем вам их поднять». Это примерно так было? Уволив Такера, могли ли они этим повысить свои очки ESG? «Знаешь, очень может быть. Например, рейтинги HRC, которые я уже упоминал, их индекс корпоративного равенства, они берут в расчет и то, что говорят работники компании. Есть такой момент. И в таком случае, да, есть препятствие тому, что делает менеджмент. Одна из тем, которая развивается у нас на глазах, это нарастающее противостояние для директоров компании между прибыльностью их компаний и рекламой и заявлениями, которые должны быть дружелюбной ESG-повестки. И это включает в себя Кока-Колу с их действиями против прав избирателей. Ой, извини, против карточек избирателя в Джорджии. Конечно же, Дисней, выступающий против родительских прав. Из недавнего Анхайзер, Буш и вся эта ситуация с Бадлайтом. Так что очевидно, что некоторые их действия, которые они совершают и влазят все глубже в политику и делают скандальные политические заявления, все это отталкивает их клиентов. И мы видим это же с Фоксом. Ведь, знаешь, Такер был самым популярным ведущим новостей из всех, кто у них был. И теперь смотри, они потеряют из-за этого зрителя. Анхайзер, Буш, очевидно, очень сильно потерял в своей капитализации после того, как замазался в этом скандале. То же самое с Диснеем. Так что главам постоянно приходится выбирать между «Эй, с одной стороны у меня прибыли акционеры, а с другой стороны хотелки и ESG-движения». Окей, спасибо огромное, Кевин, за то, что все объяснил. Итак, вот оно. Вот он реальный способ, которым эти глобальные повестки разнообразия, равенства и климата проникают в реальный мир. Компании получат эти ESG-рейтинги от этих ESG-рейтинговых агентств на основании того, насколько они склоняются перед этой идеологией. Если они склонились достаточно, то они смогут заполучить крупные инвестиции. По сути, это использование бизнес-сектора, когда ты не можешь достичь своих целей на политической арене. Редактор субтитров А.Семкин